здравствуйте уважаемые дамы и господа начинаем сегодняшний вебинар сегодня опубликовал опубликовал пост в своей группе дуйко кайлас и ртс здравствуйте выбираем тему для сегодняшнего вечернего вебинара по эзотерике и как всегда я постараюсь ответить на те вопросы которые вы мне задаете ну что давайте попробуем начать елена тупикова помогите разобраться с мантрами зеленой тары в статье вы пишете читать закрытыми глазами в одном видео предлагаете читать 5 мантр на одни четки можно так год назад спрашивала у саук сокурсника все говорили с открытыми глазами читать как правильно работать с этими мантрами такую кабаку я завернул с этими открытыми глазами закрытыми давайте еще раз я объясню что это такое существует определенная тантра то есть что это такое это текст который допустим написан вот сейчас если я найду скажу кем написан именно вот этот текст зеленая тантра вернее зеленой мантры тантра зеленой тары вот так йога основной части сейчас посмотрим кто же это написал нет у меня этой информации сейчас просто думал быстро найду быстро не получится есть определенная тантра это тексты эти тексты и у меня есть сохраненные даже сегодня я взял с собой вот флешку здесь есть целый ряд текстовых больше наверно 20 тысяч штук если пронумеровать странично получится где-то наверно 20 тысяч страниц это определенная тантра которая переведена с английского языка с тибетского языка и это та информация которую я в свое время выкупил у очень знаменитого эзотерика который был руководителем эзотерического направления как и и вот эти тексты их очень большое количество там есть установленные четкие рекомендации вот именно с мантрами зеленой тары которые были взяты мной из данного учебного пособия была рекомендация произносить данные мантры закрывая глаза но есть другой вариант это другой вариант он касается того что я занимаюсь эзотерикой очень давно я понимаю как она работает почему потому что у меня аналитические умы у меня получается обращать на все внимание как-то я вижу все это обладаю еще определенными способностями ну и когда я читаю мантры закрытыми глазами я ощущаю что они на меня не воздействуют а воздействует на окружающий мир и когда я читаю с открытыми глазами днем то я ощущаю как они воздействуют на меня таким образом когда увидите видео где я с закрытыми глазами читаю мантры в этих видео то я их не читаю для себя я таким образом проявляю свое решительное желание помочь тем людям которые данное видео будет будут видеть и я это стараюсь сделать не взяв себе ни одного слова из этого видео исключительно посвящая данную мантру тем людям которые дальнейшем будут слушать данное видео когда вы читаете то вы читаете для себя с открытыми глазами а если читаете для кого-то то глаза можно закрывать таким образом вот такой путаницы которая в общем-то периодически у нас возникают я думаю больше происходить не будет правильно можно ли слушать шумы с закрытыми глазами и так далее вы знаете можно и в наушниках можно слушать и с открытыми глазами и закрытыми глазами и даже во время сна но есть но когда я рассматриваю вопрос эффективности все-таки оставлю элемент эффективности на первое место так вот шум он имеет воздействие акустическое то есть он отражается от клеток которые находятся в организме человека и его лучше слушать все-таки так чтобы его воздействие было более обширно акустическим то есть его хорошо слушать так чтобы он звучал вот если взять телефон и включить шум от вируса так чтобы слушать его на расстоянии вытянутой руки то он будет лучше работать чем если взять данный шум и через наушники начать его слушать причем громко лучше тихо на телефоне так чтобы вы слышали можно кстати даже чтобы еле-еле слышали чем так чтобы он очень громко работал через наушники почему так воздействие происходит на весь энергетический кокон человека на все физическое тело а когда мы ставим наушники то это воздействует только на определенную часть может быть это воздействует на слуховой аппарат воздействует на нейросистему мозга но я думаю что все же такие шумы как допустим ясновидение можно слушать через наушники а такие шумы которые посвящены здоровью их все же лучше слушать вот так в громком виде от громкости ничего не зависит кстати а если человек глухой это не имеет никакого значения они не воздействуют на уши они не воздействуют они работают уникально и конечно же наша медицина и наша физика и в общем-то наша наверное наука она сейчас вся может улыбаться когда будет это все слушать и будут говорить да андрей дуйко он не прав он говорит какие-то глупости и так далее но вы знаете я иду таким путем как пионер очень давно уже в своей жизни и могу на сто процентов вам сказать что те идеи которые разрабатывались ранее определенными учеными допустим все помнят теслу наверное все помнят там очень знаменитых физиков все помнят там кюри то есть то когда говорили о том что это существу все помнят там джордана бруно коперника и все помнят насколько они вперед леонардо да винчи все помнят насколько они вперед своего времени создавали вернее создавали какие-либо приспособления ли создавай создавали какие-либо идеи на много лет и даже сотен лет опережая свое время естественно 1600 там двенадцатом году если бы кто-то начал говорить о том что будут летающие аппараты в которые будут заходить там 200-300 человек будут переносить людей за шесть часов от допустим москвы там в панаму или там в дубае то наверное никто бы не поверил и сказали даже если бы увидели что это все какой-нибудь дьяволизм сатанизм обманы это все полная ерунда ну и так же происходит в тот момент когда человек получает информацию вы знаете когда человек получает определенную информацию особенно в случае если она связана с техническими элементами или медицинскими элементами то он опирается на выводы которые он мог сделать на протяжении жизни обучаясь той информации которая у него есть но не всегда же человек может быть компетентным не всегда человек может следить за тем насколько вперед идет технология насколько она развивается именно поэтому когда я говорю о шумах допустим или говорю о каких-либо технологических разработках я обычно говорю о том что те идеи которые о которых я говорю которые я озвучиваю они намного наверное лет уже опередили существующие знания которые находятся на территории этой земли или этого мира также и все остальные технологии которые я применяю и вы знаете хотелось бы давать больше есть идеи как давать больше но дальше еще они еще более наверное непонятные и вот то более непонятное но может работать чем-то непонятно что у вас есть ну и конечно же из-за того что это абсолютно непонятному тому населению которое есть часть информации наверное я буду оставлять у себя своих этих тетрадках возможно спустя годы для кого-то это будет подсказкой для того чтобы такие люди смогли опередить время или найти какие-то ответы на какие-либо вопросы и так далее люда стурнска я к магичную силу мая сель я ксиль вплывая эзотерически на людей как соль влияет эзотерически на люди соль влияет эзотерически на людей следующим образом соль является элементом потенции элементом потенции и потенция это когда у человека появляется желание что-то делать вот смотрите мужчина лежащий перед телевизором и ничего не желающий это мужчина который не имеет потенции что-либо делать мужчина который пришел с работы и после этого поигрался со своими детьми после чего постарался там жене помочь приготовить помог уложить спать после чего мастери там какой-нибудь кораблик для сына для его дня рождения который будет там через какое-то время и перед самым сном там ремонтирует или красит что-то еще и любит свою жену при этом гладит ее полночи можно поставить тире и написать это потенция потенция магические может накапливаться его читается когда потенция накапливается она создает соль почему когда человек бегает но это так очень смешно то о чем я буду говорить но это как бы объяснение магов больше чем объяснения физиологических процессов когда человек бегает то у него выделяется под этот под солёный когда человек не бодрствует а просто лежит у него под не выделяется когда орган старается работать когда температура или лихорадка у человека то есть человек всегда становится соленым и маги древности они решили что из-за того что человек шевелится из него выделяется соль и он теряет свою соль а после чего у него наступает усталость и они решили что соль имеет магические функции то есть когда допустим у человека лень когда человек чувствует усталость общую они рекомендовали ему принимать соль далеко ли ушла наша медицина нет почему физраствор как известно физраствор состоит из гидрохлорита натрия гидрохлорида натрия и водного раствора гидрохлорида натрия именно поэтому введение гидрохлорида натрия фактически соли внутри вена помогает человеку обрести силы и соль является вот этим элементом потенции человека элементом его энергии ну как бы внутренней такой энергии потенциала физиологического так вот из-за того что они знали что это физиологический потенциал они начали придумывать определенные религиозные или ритуальные обряды допустим один из обрядов он выглядит так соседка вечером у соседки муж плохо работает и соседка думает а вы соседка у которой муж хорошо работает и этот муж который хорошо работает еще и вас гладит любит там красит вам стены там убирает и соседка хорошая приходит к вам звонит и говорит дай мне чуток соли дорогая и после этого вы ничего не подозревая говорить а сколько тебе дать она говорит ну сколько дашь и после этого вы даете ей соль она говорит хочешь я заплачу это один обряд или вы говорите нет ничего не нужно это другой обряд когда говорит хочешь я тебе заплачу то она отдает деньги и говорит покупаю вместе с солью колину потенцию там или валину потенцию ли там вовину потенцию или вовину энергию после чего идет домой но эту соль не тратит ни на что она ее связывает в пакетик и прячет или зашивает в подушечку и ложит где-то кладет эту соль извините заложит кладет эту соль и куда-нибудь в подушечку в кровать так чтобы эта соль влияла после чего ее муж хочет работать у него появляется желание что-то делать а у вашего мужа все происходит наоборот то есть он был красивый молодой и всего хотел становится брюзгой ленивым пузатым и бесконечно брюзжащим таким брюзгой и после этого вы говорите надо же что с ним случилось давайте пусть доктора будут помогать ну и доктора смотрят говорят да нет он вроде здоров и он и сам не может объяснить что это такое это в магии называется вальтом или откупом то есть что-то кто-то у кого-то либо купил либо просто отобрал и это такие вот обряды они такие гадостные с ними не очень наверное нужно работать хорошему человеку и это всегда поверьте мне всегда было среди людей как убрать такой обряд когда соль взяли необходимо подбросить под двери небольшую купюру денег обычно люди они такие жадные то есть под дверь подбросить 10 рублей там сто рублей тысячу пять тысяч там я не знаю сколько рублей для того чтобы человек сто процентов поднял так вот когда человек откроет дверь и увидит там под ковриком пять тысяч рублей заберет вы когда будете ложить скажите я выкупаю обратно то что у меня забрали и после чего кладете эти деньги когда человек забирает эти деньги вносит их себе в квартиру то та соль которая там находится автоматически аннулируется вот такой вот эзотерический обряд знаете сегодня этом получил письмо такое и даже не так письмо такое немножечко может быть некорректно и и там человек пишет о том что он категорически не верит в то что эзотерика существует ему категорически необходимо чтобы я дал объяснение человек такой достаточно знаменитые так далее там начиналось с того что обманываю людей что это необходимо прекращаешь такие люди как я мешают людям существовать и так далее давайте я скажу все-таки чем я занимаюсь не нужно меня воспринимать как эзотерики сегодня это понял дело в том что эзотерика это та наука которая многократно скомпрометирована то есть ее такое большое количество людей скомпрометировала изнасиловала как слово люблю то есть во имя любви убивали во имя любви забирали во имя любви истребляли но знаете если даже слова любить другого человека можно так скомпрометировать и так изменить то что уже говорить о слове эзотерики скорее всего разные люди изучают разную эзотерику и нельзя одному человеку который изучал эзотерику которая вредила говорить о том что она вся плохая это как жить с одним мужчиной который которому не повезло или вам не повезло и после этого считать всех мужчин плохими то есть есть же еще мужчины это же не значит что все женщины плохие ли все мужчины плохие и так далее точно так же и в эзотерике люди просто скомпрометировали чем ну скомпрометировали разными идеологическими идеями которые связаны с эзотерикой и так далее но были ли великие эзотерики ну да мы знаем в мире были и предсказатели астрологи такие люди были ну а есть допустим михаил нострадамус никола нострадамус да то есть который достать к трены который написал которого много было предсказаний всевозможных там советских мы знаем предсказателей были астрологи знаменитые они есть сейчас которые предсказывали тамара глоба которая предсказала там что-то корабле что тогда имел очень высокий резонанс то есть есть же люди которые изучают астрологию пользуются астрологии так далее но это же не а после этого находится человек который предсказывает судьбу разгадывает на картах и после чего эти карты там показывают неправильно у человека ломается судьба человек говорит все кто вот на карта гадает сволочи ну нет ну нет нельзя так говорить потому что что-то в там есть и так когда я в свое время приехал домой это было очень много лет назад наверно 20 лет назад я начал обращать внимание у меня есть племянник его алексей зовут и вот мы сидели вместе и мой брат сидел тогда на улице у мамы моей было день рождения она говорит даже не так я приехал у меня там в общем то все хорошо было уже бизнес большой делал и брат мой сидел рядом со мной и вот алексей мой племянник сидел нас разница три года у нас были одинаковые условия развития что у меня что у него абсолютно то есть мы друг другу постоянно приходили в гости мы фактически учили в школе вместе я его защищал там перед взрослыми сверстниками и очень хорошо к нему относился любил его искренне но вы знаете если мне удавалось встать и ответить сразу на вопрос там на четверку на пятерку он вставал и не мог этого сделать когда я изучал там что-то мне легко это давалось ему это давалось сложно и когда время шло и начал обращать внимание вот мы идем вместе у нас такой был период мы жили в оба в киеве и мы вместе пошли в налоговую инспекцию за регистрации частного предпринимательства это было еще в 90-е годы и ему отказали почему-то потому что каких-то документов не было но у меня точно также не было документов у меня эти документы приняли после чего я покупаю помещение не покупаю арендую помещения есть два места я становлюсь начинаю торговать после чего он приходит и это место свободно он входит говорит я хочу это место взять на говорит все сегодня утром уже забрали о чем это говорит это говорит о тотальном таком невезение и я начал обращать внимание вы знаете все можно объяснить с позиции физики любые идеи можно объяснить с какой угодно позиции но везение объяснить с позиции логического смысла невозможно то есть почему существуют люди которым тотально невероятно везет и говорят потому что он наглый нет я не наглый потому что вот я могу точно сказать что когда я обучался где-либо то мне всегда попадалось три билета это было либо 16 либо 7 либо 9 то есть у меня попадались только три билета поэтому я всегда и учил либо 16 либо 3 либо 9 это было всегда при этом жил я на улице пионерской 9 час живу на красноармейской 9 свое время родился 16 ноября билеты всегда в 16 номер я доставал их знаете мне всегда тотально везло вот во всем если я знакомился с девушкой у нее обязательно хорошие родители были если я там шел где-то работать то у меня обязательно хорошие зарплаты освобождалось место меня повышали с кем-то знакомился ну и вот она шло потому что если книжки читал то попадались те которые мне в жизни пригодились понимаете мне даже учительница когда-то по химии очень сильно ругала и говорит ты должен изучать органическую химию давай приходи на дополнительные занятия я вот шел домой и я тогда мечтал стать пусть это звучит смешно трубачом то есть я хотел играть на трубе баяне быть музыкантом я шел домой и думаю зачем мне музыканту который собирается жизнь посвятить музыки занятия органической химии но они мне нравились и она мне говорит на самом деле все очень несложно органическая химия это соединение углеродов так далее после этого объяснила но мне не нравилось но жизнь меня заставляла это все проходить его никто не заставлял ничего проходить я химию эту начал изучать она мне понравилось в итоге я люблю химию в итоге сейчас спустя года я понимаю что такое аминокислоты это понадобилось мне в работе каким образом создавать там какие-либо органические соединения я понимаю что это такое я ориентируюсь во всяком случае понимаю что мне необходимо сделать и это очень в моей жизни мне помогло потому что в своей жизни у меня было несколько видов бизнеса которые были связаны с органической химией и конечно же спустя года я могу сказать что мне повезло что она тогда захотела чтобы я к ней по приходил и она все-таки внедрила в меня идею хорошо заниматься органической химии вот видите какая жизнь а ему никто не помогал и вот сейчас все закончилось у нас три года разница он живет сейчас в красноярске или в краснодаре ему проломали голову проломили голову арматурой у него поставлена там какая-то металлическая пластинка он занимается тем что ремонтирует телефон и у меня пятеро детей любимая жена свой дом я живу наслаждаюсь жизнью делаю это ежедневно просыпаясь утром целую жену он живет сам у него ничего не получается но между нами никакой разницы не было я его всегда таскал за собой и он такой же потенциал как и я имел почему так произошло ему не везло я в свое время начал думать ну что же влияет на то чтобы человеку начала вести что это за уникальное состояние фортуны откуда берутся вот эти состояния и что это такое и у меня появилась некая концепция такая я начал изучать определенные идеи того как человек мог по идее повлиять на эфемерное состояние своего везения и вот этим эфемерным состоянием везения влиять на что-то эфемерное необходимо чем-то эфемерным то есть влиять на то чего нельзя потрогать влиять на совпадение можно с помощью мантры я начал это практиковать им не начала больше вести сейчас я обладаю колоссальным элементом везения мне везет потенциально всегда то есть не бывает такого свои еду на машине негде припарковаться не бывает такого что нам не закончилось не бывает такого что там самолет не улетит со мной или не бывает что там кто-то куда-то не долетит почему везет тотально всегда и я разработал технологическую систему с особой философской моделью которая помогает человеку развить потенциал везения в деньгах везения в отношениях и ориентировал это философскую доктрину при этом дал целый ряд психологических методов для того чтобы избавиться от всевозможных комплексов конец можно ли это назвать эзотерикой не знаю дальше кира ковалевская здравствуйте андрей андреевич подскажите про договор с тем кто ворует эзотерические проходите четвертую ступень смотрите внимательно все об этом там говорится резали ножом там все нормально не нормально мне не интересны эти истории к сожалению они не интересны и тем кто это смотрит к сожалению ну скорее всего в вашем случае можно описать такой договор наталья здравствуйте на одном из вебинаров вы сказали что наш мир фатален это что считывается если правильно считал сбывается из меня с тех пор мучает вот такой вопрос если мир фатален то каким образом влияют мантры и коды спасибо заранее за ответ а кто вам сказал что ваш мир он связан с моим миром вы знаете что мы не живем в плоском и даже не в объемном мире мы живем в разных пространствах почему где-то рядом со мной прямо сейчас происходит радость родился ребенок но он же никак не связан со мной никак где-то прямо сейчас происходит наверное у кого-то горе и кто-то покинул свое тело и это не происходит со мной это происходит но это в моем мире или нет нет это не в моем мире и мой мир даже в случае если человек находится рядом со мной и уезжает от меня становится мой мир дальше моим миром а его дальше его миром поэтому предсказания для человека когда я предсказываю человеку его судьбу обычно ну в большинстве своем совпадают потому что он в моем мире произойдет то что вот я увидел но в случае если этот человек тотально изменился то возможно своем подпространстве о чем я хочу вам сказать я считаю это конечно кажется смешным я считаю что наш мир он выглядит таким образом мы не человек или я не человек вы не люди а мы бесконечная проекция двигающихся пространственных моделей вот одна жизнь вторая жизнь это все я как картинка которая отражается в трубке лучевой в телевизоре и вот в одну каждую это жизнь она развивается по-своему в каждой этой жизни модели развития тоже есть поэтому предсказания наверно показывают оптимальную модель которая сейчас связана с тем на сколько или какие вы а там можно ли это как-то изменить я вообще считаю что в жизни человека все в его руках можно изменить наполнение то есть между тем как вы сели в поезд и доехали до определенного города вы можете вот это наполнение в середине изменять то есть вы можете встать и пересесть другое купе ехать и свесить ноги вниз а можете сидеть тихонько и накрыться одеялом можете не слушать кино можете слушать но после этого вы в город приедете вот изменять мы можем купе и с кем мы едем а фатальная встреча которая ключевая в вашей жизни вот такие элементы мы изменить не можем это как синапсы то есть мы информацию получаем она становится ключевой и в нашей жизни есть вот эти ключевые пункты эти ключевые элементы которые в нашей жизни происходят когда человек дошел до своего ключевого элемента в этот момент он состарился вновь дошел до ключевого момента в этот момент он состарился а вот эта дорога от ключевого момента до ключевого а что это за ключевой момент это тайна божественная никто об этом не знает это может быть очень банальный ключевой момент допустим вы нашли отвертку и вы ее подняли она вам не нужна но она являлась фатальным ключевым моментом которые за счет которой вы закрыли прошлую программу и теперь переходите к новой программе и это определенный временной такой цикл либо временной континуум который позволяет эту программу сформировать из прошлого опыта из тех мантр которые вы читаете и так далее ну в общем то все в наших руках это мое такое вот мнение считаю человек может все изменить ольга как зрелом возрасте решиться что-либо изменить свою жизнь например сменить род деятельности работу как быть более решительным человеком не терять уверенность себе и своих силах уверенные люди отличаются от не уверенных людей только тем что уверенные люди выглядят уверенно но не считают себя уверенными они уверенные и выглядят неуверенно и считают себя неуверенными тем самым я могу сказать вам что вы очень заморачиваетесь хотите что-то делать просто делайте не нужно думать там нужно не нужно просто делайте и все если вы можете продержаться полгода и не зависеть от того что у вас денег нет то можете начинать свой бизнес начинайте с обучения потому что любой бизнес необходимо начинать с обучения андрей андреевич можно ли 32 слова бога читайте на сына нет и еще вопрос работа с алтарем по сжиганию долгов выполнять два раза в месяц почему выполняйте практику из первой ступени сжигания долга в случае если вы не прошли первую ступень то вам вот эти обряды 32 слова бога не улучшат состояние вашего во много раз ухудшат и поэтому наверно делайте вам это совсем не рекомендую люди это колебание энергии да я так считаю до марафона 5 появляется в продаже ваши карты нет еще не появится сегодня делал а мне звонят и предлагают заказ андрей андреевич это волшебство пусть всем кого кому не хватает фортуны пусть у всех появится сегодня немножечко больше и пусть у каждого появится варианты и возможности елена литвиненко добрый вечер имеет ли значение что после развода у меня и у ребенка осталась фамилия бывшего мужа пока он лежит в пнд но не хотелось бы чтобы он хоть как-то опять появился в нашей жизни или не париться насчет фамилии как вообще определять подходит фамилия или не подходит что это такое фамилия фамилия обозначает род людей вот допустим такой род королева виктория у них же есть фамилия какая-то там английская так вот сейчас посмотрим королева виктория фамилия фамилия королевы виктории виктория александрина и фамилия у нее кенская до императрица виктория эдуарда герцога кенского ага она виктория саксенкобург зальфельдской и почему у нее так много фамилий и зальфельдские так далее почему берут много фамилий с чем это связано жила два мужчины допустим я и мой племянник вот моего племянника все в жизни очень плохо он создал свою семью и у семьи тоже все очень плохо и вот так они жили много у них было в роду горестей кого-то там забрали на войну у кого-то там случились какие-то несчастья и так далее а у меня наоборот все дети там выросли счастливыми удачно вышли замуж и так далее и после этого допустим моя дочь вышла замуж за мужчину у которого в семье все были алкоголиками плохо кончались она из семьи где родители хорошо друг другу относились где достаточно много было материального благополучия так вот дочь в этом случае может оставить свою фамилию потому что такая фамилия даст ей энергию и везение нашего рода а в случае если она оставит эту фамилию и возьмет фамилию допустим своего рода или рода того мальчика то у нее в жизни может превратиться кол или произойти коллапс это может повлиять на то что у нее появится желание принимать алкоголь там и судьба у них будет не очень хорошая поэтому случае если у вашего мужчины в роду были все научными сотрудниками очень умными людьми талантливыми там творческими людьми не было алкоголиков и род был хороший то можно оставить фамилию отца случае если род был плохой то тогда фамилию можно изменить артем зеленина светите пожалуйста тему практик с психической энергией что означает если после нескольких часов ежедневно настроение хорошее до них после и с утра что дает эзотерика в сравнении с человеком который ее не использует а по работе выполняет такой же объем что и человек использующий практике смотрите все дело вот в чем заключается дело в том что эзотерика это не та наука которая может первое работать мгновенно второе от энергетики энергетика зависит не только от энергетика зависит энергетика такая потенциально магическая она зависит еще и не только от самого человека а еще и от канала его чувственности я всегда это говорил есть такие люди трогательные тонкие тонкой такой консистенции если так можно выразиться очень интеллигентные очень ранимые где-то очень может быть очень может быть душевные такие вот тонкость вот такой энергии дает человеку психическую энергию вот такого человека если ранить у него сил не будет но если его вдохновлять он сможет горы свернуть а есть другие типы людей это люди черствые которые не которым все равно который не обращает внимание вот есть допустим такие мужчины которые там обожают детей переживают за своих детей переживают за жен они тонко чувствуют прямо там вот семейную атмосферу стараются что-то делать и вот в случае если жена восхищаются таким мужчиной он будет горы переворачивать а если не восхищается наоборот гнобит его то все будет в этой семье плохо он сопьется и будет плохо себя чувствовать есть такие люди у них от чувств зависит их реактор так вот случае если человек такой чувственный и он выполняет эзотерические практики то они независимо от того гнобят его или нет вернее независимо от того гнобят такого человека в семье и в миру или нет могут очень быстро и ярко раскручивать и себя и свою энергию и свое сознание и свои события которые в жизни могут происходить а есть другие люди они такие не интеллект не они интеллектуальные но они не теплые они не душевные они не лирические они дни меланхолические то есть они или наоборот у них ничего их не вдохновляет и для них вот такие практики могут работать не очень хорошо как могут видите это называется иметь эзотерический талант как развивать его эзотерический талант когда смотрите танцы какие-нибудь должны должно хотеться плакать когда смотрите допустим видео где луча на повороте исполняет там ави мария появляется тепло в груди когда близкие находятся рядом вы к ним ощущаете порыв ощущаете тепло ощущаете желание заботиться защитить это ни с чем не связано вы это не делаете потому что они кушать готовят и вы не встречаете просто людей вы знаете что человек с тонкой такой структурой встречая другого человека чувствует этого человека не чувствует только плохое а чувствует его каждый человек оставляет какое-то послевкусие она может быть совершенно разным она может быть теплым с говорят вот теплый хороший человек или наоборот не понравился мне этот человек почему так происходит каждый человек сенсорно каждый человек душевно вот так каким-то образом ощущает других людей наш мир эзотерический он связан с вот этим четвертым измерением мы не в трех измерениях мы ощущаем по-другому мы чувствуем по-другому мы пытаемся это не уничтожить в себе а развить не напрасно и очень часто говорю с нами происходит то что мы чувствуем дальше человек который не занимается эзотерикой смотрите есть такие люди допустим которые борются есть некие программы вот как у вас артем эта программа борьбы эта программа борьбы где человек старается побороть он старается побороть и доказать побороть и осознать а в эзотерике эзотерика это как пропасть и эзотерика говорит прыгай в пропасть с распростертыми руками и имей главное надежду того что ты сможешь зацепиться за что-нибудь и тогда в случае если ты в эту пропасть прыгнешь и зацепишься и только в случае если вера есть у тебя тогда у тебя все в жизни получится ни один человек не прыгнет только человек который склонен к тому чтобы была эзотерика захочет прыгать и это такая вот особенность желание не осмыслять желание здесь нужно найти в себе желание не бороться а желанием запустить в себе это желанием знаете не относиться к эзотерике как динамической механической работе относиться к этому какой-нибудь как какой-нибудь игре как какому-нибудь наверное интересному моменту жизни как наверно какому-нибудь техническому эксперименту парадоксальному эксперименту ну вот где-то с этой позиции но если самом начале поставлена программа что нет это все фигня а многие люди именно такую программу ставят и это все фигня может повлиять на то что вот такой эксперимент не состоится и будет он паршивенький ну что а чем же отличаются люди обычные от людей эзотериков я уже сегодня говорил эзотерикам тотально везет обычным людям приходится больше работать эзотерики работают меньше если стоит допустим 10 лотков на одном лотке продается на остальных не продается это эзотерик стоит если три магазина есть на базаре и там один все три продают хлеб только у одних покупают и продавцы плохие а у других продавцы хорошие не покупает это говорит о том что там скорее всего хозяин эзотерик и так далее эзотерика она очень постоянная наука от эзотерики нельзя отходить если вы уже выбрали путь для себя этот путь эзотерический то долго его используйте вы как-то рассказали что слово рак переводится приводит к разрушениям скажите пожалуйста она знаки зодиака рак это сказывается как либо или в отношении окружающих спасибо за ответ дело в том что раком очень хорошо быть людьми которые убирают чужие страдания устраняют но раки раки умудряются это очень хорошо делать раки умудряется чувствами лечить скорпиона умудряется руками лечить скорпиона умудряется тоже душой лечить а вот тельцы умудряется очень хорошо лечить руками львы и тельцы уникальные такие знаки они очень лечат руками у них очень это хорошо получается расскажите все свечах имена цветных и какой с какой мантры лучше совмещать в работе я если вы помните на первой бесплатной ступени которая кстати выложена совершенно бесплатно на всех моих youtube каналах вы можете пройти их бесплатно где рассказываю о том что в нашей школе мы используем только один вид свечей это свечи сделанные из воска и имеют свечи одну только особенность они могут у человека убрать то что он хочет полностью убрать из жизни то есть убрать события убрать человека и я там рассказываю как это необходимо сделать свеча должна быть обычно цилиндрической форме я объясняю как ее заряжать именно поэтому ванда успешная будете вы успешны когда вы пройдете и я там говорю о том что использовать цветные свечи в эзотерике не стоит если использовать зеленую человек станет тупым если использовать красную то могут появиться проблемы с давлением а также могут появиться проблемы с кровообращением если синего цвета то исчезают мысли хорошие мысли может снижаться давление и так далее все они негативно сказываются на дальнейшую жизнь человека лора кравчук мы живем в интереснейшее время где открылись совершенно новые возможности заработка в интернете конечно нужно постоянно учиться развивать искать новые воронки рынке работать с рекламой устраивать продажи и акции также часто использовать для работы ваши шумы и у меня вопрос как еще эзотерические привести больше покупателей в наши магазины если продаем онлайн если магазины вдруг просели очень интересный такой есть обряд это начинайте говорить как можно больше комплиментов выходите с мужем или с женой или с детьми и старайтесь как можно больше комплиментов говорить вообще начните сегодняшнего дня делать два эзотерических денежных обряда и вы сейчас увидите они с деньгами никак не связаны первый обряд на что вы не посмотрите говорите я получаю удовольствие от того что вижу этот предмет я получаю радость и удовольствие от того что у меня есть ваджра мне нравится находиться здесь прекрасный день и второе начните говорить близким или просто людям каким-нибудь комплименты если вам не хочется говорить конкретно человеку вот сегодня я допустим покупал как сделать комплимент большому количеству людей сегодня я покупал для дня рождения своей дочери розы у нее день рождения завтра будет я покупал цветы когда я покупал данные цветы то в магазине собралось большое количество людей и мне очень хотелось сделать комплимент я говорю какие живо молодцы ваш магазин так хорошо работает у вас такой красивый магазин такой большой выбор вам сложно наверно приходится и такие красивые девочки и такие умные а ручки у всех какие золотые и такие у вас шкафчики а какие бокальчики и так все красиво и цветочки я у вас самая дешевая цена обычно делали мне 5 процентов сегодня сделали 10 процентов второй вариант а вы знаете что это тоже эзотерическая практика привлечения в жизнь денег и материального благополучия вообще очень хорошо давать кому-либо комплименты почему помните а куджава говорил давайте говорить друг другу комплименты и вспоминать хорошие моменты ну и я за то чтобы это было если вы продаете что-либо и вам не дают чаевые начните давать комплименты обещаю они у вас появятся и ваши магазины вот вам 2 эзотерических техник для увеличения материального благополучия как вести себя на кладбище во время провода выставлять на могилке сладости булку или нет это не имеет никакого значения но есть то чего делать категорически нельзя праздник горки да его называют нельзя делать на кладбище первое танцевать веселиться громко петь смеяться не поднимать вещь если она упала на землю ну естественно в случае если эта вещь вам не нужна если деньги там уронили ничего страшного можно поднять ключи от квартиры там барсетку паспорт и так далее но в случае если вещь ненужная вам ее нужно оставить также я не буду объяснять для того чтобы никто не делал иногда вы можете находить деньги на кладбище вот хочу вам дать совет ни в коем случае деньги на кладбище не поднимайте ни в коем случае дальше что оставлять можно все что хотите можете оставлять пасху обычно оставляет яйцо закапывают но вот веселиться есть и выпивать на кладбище не очень хорошо но тоже не критически не поднимайте ничего земли если упала или валяется чужое что-то это праздник поминания праздник необходимо праздновать дома с семьей а на кладбище праздновать как праздник не нужно пришли помянули сказали спасибо мы всегда вас помним простите нас за все ну и мы тоже вас за все прощаем живите вернее перерождайтесь ну а мы будем жизнь для живых а смерть для мертвых никогда ничего не просите у мертвых людей делать этого нельзя не исповедуйтесь мертвым это все приводит приносит огромные неприятности в жизни вашей может случиться драма и трагедия потому что может произойти какое-нибудь горе татьяна мудрая мальцева скажите из-за чего появились сороконожки их раньше не было как от них избавиться когда появляется сороконожки это говорит о том что в вашей семье кого-то искренне ненавидят допустим это происходит допустим там если муж там любит вас но другая женщина на него посматривает или вас любит муж она вас другой мужчина посматривает причем так железно посматривает что прям ненавидит вашего мужа то будут появляться сороконожки кто-то вас ненавидит каким образом убрать их необходимо сложить вот так вот руки поставить утром садиться и произносить мантру перерой рерой или желать там пусть все в моей семье будут хорошими пусть все двери для моей семьи открывается пусть все любят друг друга пусть мой муж обожает меня пусть я буду обожать мужа пусть дети будут здоровыми выполняйте это за трицкая практика вымаливания первой ступени эзотерической школы кайлас валентина бондар здрасте у нас продают четки сделаны из оливкового дерева можно их использовать из оливкового дерева очень хорошо работают четки особенно они хороши для тех людей кто занимается целительством очень хороши оливковые четки для людей кто занимается этим дальше здравствуйте андрей андреевич подскажите пожалуйста имеет ли значение ударения в словах при чтении мантр нет как узнать на какой слог ставить ударение если ранее мантру не слышала только читал все равно это не имеет значения расскажите пожалуйста про астрау нет инесса и ващенко сын один рождения мама умерла 8 мая папа умер десятого как совместить эти события у сына не получается работать и жить спокойно я провожу сангая на точных но от очередных выходок сына вся трясет внутри купила и слушаю шумы от врагов от неприятностей они причем не все равно не помогает будет ли нормальная семья у сына обязательно используйте метод такой когда необходимо сложить вот так вот руки и говорить пусть у тебя все в жизни будет хорошо не нужно чувствовать к своему сыну каким бы он ни был отвращение и желание его наказать я вам хочу сказать что вот это доброта вот это чувство милосердия это огромная колоссальная динамическая мощнейшая сила способна изменить судьбу и жизнь вашему ребенку обязательно это используйте это одна из самых мощных эзотерических практик которые рекомендую использовать это действительно очень мощно изменит судьбу вашему ребенку складывайте руки говорите пусть сыночек у тебя в жизни все откроется пусть у тебя появится ум хороший пусть уже чтобы ты успокоился пусть у тебя женщины появляется хороший пусть эти женщины тебя любят пусть эта женщина тебя любит пусть у тебя работа будет хорошая пусть у тебя там ничего не болит пусть твои друзья плохие от тебя отстанут пусть хорошие и так далее но вот так нужно бороться с ним лилия чем чем это хорошо с переводе с немецкого языка скажите пожалуйста какие лучше применять методы для легкой адаптации для жизни в другой стране а вам разве не достаточно моих методов которые я даю на первой ступени делайте медузу вот и они и рассказывают так далее можно ли эзотерически убрать храп во время сна у человека эзотерически никак не уберете храп а вот если человек перед сном человек перед сном парит свои ноги горячей водой то тогда есть гарантия того что он ночью будет спать хорошо перед сном можно делать вот такое упражнение очень широко открывать рот и немного оттягивать уши сначала в одну сторону потом в другую но не отрывая к себе так вот так если делать то тогда храп исчезнет храпеть не будет также вот это упражнение которое показал она действительно помогает если его делать ежедневно три раза хотя бы может помочь человеку избавиться от шума в ушах скажите пожалуйста как желательно читать мантры коды заклинания хладнокровно с надеждой или с радостью лучше с надеждой и радостью все с чувствами скажите куда одевать обручальное кольцо если развелась отдайте ювелиру пусть он переплавит валентина мамедова я слышала что энергетический центр человека находится в пупке если в самом центре пупка есть пульсация то все в порядке у меня эта пульсация смещена в солнечное сплетение в левой стороне от пупка так это можно восстановить эзотеристки такая проблема была у отца пожалуйста проходите вторую ступень там я даю о том как строит котел и потом пульсация появится вот просто обещаю надежда мужа интересует вопрос если в семье двойняшки разнополые можно ли проводить практики заклинания одновременно на обоих или нужно на каждого по отдельности по идее на каждого по отдельности как правильно чтобы не навредить у обоих практически схожие ситуации в жизни можно обвести их представить одну как будто они соединились и вот для одной читать это будет уже построение тотема все рассказываю в ступенях у меня вопрос ребенок обманывает а теперь выяснилось что ворует в магазинах сладости как помочь не ругать второе для того чтобы ребенок не обманывал вернее для того чтобы почему ребенок обманывает когда ребенок начинает обманывать ему не хватает внимание тепла гладьте его больше обнимайте его больше разговаривайте с ним больше не грузите его и не как это называется не воспитывайте его ремнем старайтесь больше внимания уделять больше как почему человек врет человек врет потому что ему не хватает внимания и он начинает это все дело как бы таким образом привлекать к себе то есть я там ордена ленина у меня родители такие то почему он это говорит чтобы на него обращали внимание сверстники а почему воровать начинает воровать начинает потому что ему хотелось бы купить а у него нет возможности почему не знает как зарабатывать это говорит о том что пришло время скорее всего чтобы вашему ребенку дать какую-либо работу давайте сделаем так скажите ты допустим если ты каждый день допустим там подметаешь пол то получаешь от меня там столько-то рублей если делаешь так то получаешь от меня столько-то рублей но вот так где-то также все время говорить или постоянно говорите не огорчай нас мы тебя очень любим не огорчай нас мы тебя очень любим это такое внушение сугестия дальнейшем человек перед тем как своровать будет говорить мои родители огорчаться они меня любят вот такие слова можно использовать во время разговора как бы для невербальной сугестии вашего ребенка это действительно правда очень хорошо помогает андрей андреевич как помочь ребенку который обманывает ответил скажите пожалуйста можно ли заниматься практиками с мастер-класса по астралу при вирусных заболеваний да мне после занятий по накоплению ментальной энергии становится легче до астрале наверно спасибо за такой замечательный мастер-класс все практики отложила временно занимаюсь только этим ольга васильева подскажите пожалуйста что делать случай когда нет сил заниматься я прохожу первые ступени все бы хорошо сейчас резко ухудшилось состояние останавливаться не хочется хочу идти дальше сил не хватает вы болеете аутоиммунным заболеванием щитовидной железы ольга васильева сдайте анализ а ттп о т4 и после чего начните принимать препараты для поддержания щитовидной железы вам сразу же станет лучше сколько по времени строить цилиндр как понять что делаешь все правильно стройте цилиндр каждый день на протяжении одного месяца со временем через там семь лет вы поймете как он работает вы начнете его ощущать в себе как беспрерывный тоннель или беспрерывный такой поток бесконечной энергии внутренней радости это будет на более высоких ступенях любовь кашура здрасте скажите пожалуйста когда говорят что не хватает внутренней энергии это означает что не хватает психической энергии до или какой-то еще это не хватает астральной энергии которая является потенциалом мы же можем вот у нас не хватает физической энергии каким образом это проявляется если физической энергии не про не не хватает у человека то он утром просыпается и не может присесть не может встать не может поднять у него нет сил далее не хватает чувственной энергии человек не может обниматься не может никому сказать хорошие слова не может думать дальше не хватает энергии сознания шеи у человека не может запомнить три слова не может ничего сделать не хватает астральной энергии не хватает астральная энергия и астральная энергия накапливается когда человек выполняет астральное накопление энергии это дыхание в дневное время более глубокие чем выдохи и не хватает астральной энергии человек не может ночью ночью не может выспаться просыпается весь как поломаны не хватает ментальной энергии заснуть человек не может то есть он менталом не может погрузиться в астрал таким образом не хватает не можете заснуть вечером не хватает ментальной энергии не можете проснуться не хватает астральный а что такое пси энергия а психическая энергия она отвечает за события то есть вы хотите чтобы такие события произошли вы хотите богатство и вам нужен какой-нибудь механизм и вот психическая энергия возникает когда мы получаем радость и удовольствие или заставляем себе ее испытывать и это является той энергией который можем в дальнейшем использовать для того чтобы появилась в жизни счастья того чтобы наши мечты исполнились дальше саток сатуна после второй обновленной ступени появился новый доход нормальный а сил делать практике нет не нужно не нужно хотя слушаю шум для увеличения пси энергии этого достаточно сколько ждать и что делать чтобы сохранить прибыль ничего не делайте работайте и прибыль сохранится сегодня отдал две практики выполняйте их это очень улучшит ваше материальное благосостояние леонора корецкая невероятно тяжелый период жизни подскажите правильно я ищу работу которая должна мне нравится и просто верю что придет сама неправильно вы должны искать работу не которая нравится а которая может вас прокормить а вы уже в таком состоянии когда необходимо браться за любую работу вообще прибодрите пожалуйста расскажите свой опыт как не потерять веру в кормочной мгле очень плохо мне было в свое время винницы находился не помню уже там что я делал это перед открытием тибетской формуле находился на третьем этаже помещения снимал квартиру вот так подошел к окну плохо мне химиотерапию сделали и все вокруг тьма все вокруг тьма долги и денег нет все очень плохо и далее все ничего не хочется ничего и вот я прямо смотрел на окна и вот тогда начал делать практику начал говорить мне нравится мне нравится лед на речке мне нравится снег я испытываю удовольствие от того что я живу и начал находить возможности за что зацепиться говорил себе зато я жив зато мне есть где жить зато мне есть что есть зато я просыпаюсь и с этого начинал то есть я не ставил задачи большие начинал с самого маленьком всегда нам приходится проживать эту жизнь от самого начала до самого конца чего не хватает человеку который впадает вот в такое состояние ему не хватает поддержки это правильно но ему еще не хватает мотивации разозлитесь на кого-нибудь сделайте что-то всем врагам на зло включите 333 скорость возможно вы уже уперлись в мембрану из которой необходимо вырваться ее без скорости прорвать нельзя а скоростью является наша наша как это назвать наша наверное харизма и наша на кого-нибудь разозлиться или там разозлиться на заболевания разлиться на весь мир разозлиться на людей и прорвать эту мембрану дети это наверно важная есть такой анекдот спрашивает человек человека и квиднасица дита зачем вы это пишите здрасте дорогой учитель андрей андреев сейчас среди людей много разногласий вот и в нашей семье разлад читаю мантру представляю всех менты подскажите как можно усилить пройти первую ступень я там даю метод такой она бесплатная даю метод объединения всех кровью и метод обнималки вот это все эзотерически поможет вам полностью семью вашу восстановить это очень хорошо работает даю мантру мкаты векатыр сагасамани сухо используйте это очень эффективно работает виолета джо мидава спасибо за вас вашим родителям спасибо мы сможем сделали развод из-за того что ему нужно было получить гражданство другой страны так до сих пор не можем то расписаться для нас эта бумажка ничего не значит эзотерически имеет значение да необходимо расписаться обязательно тогда и материальная улучшится использую морковку для нормализации давления применяя все казалось бы простые ваши указания применяя препараты работает заказала препарат головокружения в пути еще разговор с душой это что-то убедилась в том как я мало знаю моя благодарность вам безмерно спасибо с внуком работаем еще раз спасибо скажите какой самый благоприятный день свадьбы в июне для моей внучки 5 сентября подскажите ли посоветовать упражнения более двух лет назад мне я здесь прямо в этой группе дуйко кайлас рт я facebook выложил информацию какие дни в этом году 2001 самые лучшие для того чтобы выйти замуж или жениться обязательно найдите попросите кого-нибудь вам ответят и найдите и там я даю все даты когда можно замуж выходить час неблагоприятное время виктор иванов может быть подскажете или посоветуйте более двух лет назад мне делали операцию по удалению доброкачественной опухоли мозга сейчас я не хожу самостоятельно двоение в глазах замедленная речь из артрия потеря вкуса есть улучшение некоторых симптомов как сказал врач при операции немного подвинули мозжечок никаких препаратов не не по не принимаем меня зовут иванов виктор мне 33 года используйте мой курс который называется курс от аутизма с окситоцином используйте вот этот препарат окситоцин бетаин альфа липоевая кислота гепокс мимо норм это все вот заметно улучшит упражнение то которое сегодня показывал это когда дернуть вверх открыть рот дернуть вниз открыть рот бабушка вышла икону для знакомой которая не смогла вышить ее едва начав женщина очень плакала забросила это дело бабушка взялась но никак не слушалась и она с горем пополам еле закончила ее и теперь сетует что работа не спорилась плохой знак теперь уже две недели как будто сдала и плачет я хочу предложить положить эту вышивку морозилки на 12 часов как вы однажды советовали правильно ли это мы все очень близкие друзья но бабушка прямо действительно очень чувствительная возьмите эту иконку бумажную отнесите в церковь пусть батюшка и и посвятит прямо почитает псалтырь там какой-нибудь пусть посвятит ее на праздник пусть она там где-нибудь у него до праздника полежит и потом ее заберите и вот такой проблемы не будет правда это видимо передалось чего-то горе добрый день вечером сидя закрывал глаза выполняя практике не этот с открытыми делать как эзотерически остановить глаукому на расстоянии поможет мой семинар который называется эзотерическое лечение глаз тамара и васюк примите меня в круг в какой рада с вами семинар спасибо после семинара об астральной энергии лопнул один шарик в янтарных четках можно ли ими дальше пользоваться да это хорошо имеет ли значение на какой руке мужчине или женщине носите железный браслет не имеет значения очень хорошо носить железный браслет я впервые на рт е но какое же рт е это не рт е прямом эфире по ряду причин не могла попасть на рт е это не рт е 100 с вами это же вебинарная комната в какое время суток провести снг 66 купила давно но у меня собачка что с ним делать закрыть другой комнате до пытаюсь выбрасывать медуз но перед засыпанием крутит ногу мышца игры подскажите пожалуйста медузы не помогут вам поможет синяя темная вода первая ступень школы к вас подскажите делаете ли вы раскрутку на бизнес сетевой маркетинг делаю любой но делаю это в начале года это называется пхалам сейчас попасть в такую программу невозможно а я купила четкие сандалового дерева говорят из тибета очень супер ово ваш калин просто чудо я бросила курить так и есть и об этом ранее говорил дело в том что когда человек принимает калин там находится кремний а кремния обычно это то вещество которое не достает курильщикам и им хочется кремния на самом деле они курят и вот в случае если человек начинает принимать калин то очень часто у человека происходит изменение предпочтений и он автоматически с легкостью бросает курить ваш калин просто чудо я бросила курить купила у вас метасоник семиконечную звезду не очень понимаю как они работают носите на себе никакой работа отдельной вы не почувствуете жизнь просто ваша будет изменяться дальше сегодня я опубликовал на своем официальном канале андрей дуйко официальный канал такое вот видео телебачения торонто и дурналист никола крыса против дуйко а на самом деле я просто перевел его фамилию в на русский язык и телебачения торонто дурналист это он сам на о себе написал в википедии о том что он занимается дурналистикой а майкл шур в переводе на русский язык это николай крыса поэтому я просто это перевел на русский язык так можно делать в общем то это его псевдонима псевдоним в отличие от фамилии необходимо переводить на другой язык к сожалению это фамилию не переводят на другой язык псевдоним переводят но и что здесь я здесь зачем я это сделал и почему я это сделал я решил чтобы я захотел чтобы вы меня поддержали дело в том что люди которые слушают шумы и люди которые пользуются моими бадами моей эзотерика этих людей очень много я вас прошу поддержите и напишите комментарии о том как вам это в жизни помогло также обязательно там указывайте свой адрес фейсбука то есть пишите я не бот и пишите мой адрес фейсбуке такой-то такой-то для того чтобы видели что вы не боты почему я это решил сделать дело в том что скомпрометировать человека несложно вот как допустим скомпрометировать можно тем что можно сказать на он живет в украине но не раз не хочет разговаривать на украинском языке и он значит там русский мир как сейчас принято говорить я хочу вам сказать на эту тему так дело в том что у каждого человека есть его родина у каждого человека есть родина для кого-то этой родины является россия для кого-то этой родиной является украина и И независимо от того, кто я по национальности, украинец или русский, независимо от того, на каком языке я разговариваю, на украинском или на русском разговариваю, или на другом каком-либо еще языке, я остаюсь тем человеком, который эту родину обожает и который хочет и тем, что он живет, хочет что-то сделать для людей. И он и хочет делать и делает для людей. Вот я занимаю социальную позицию и из-за чего я сделал такое видео, не остался в Адвайте и так далее. Дело в том, что в случае, если бы это сказал обычный блогер, это было бы уместно. То есть обычный блогер там сказал Адуйко и так далее. Но не стоит забывать, что это канал, который транслируется по национальному телевидению и в национальном телевидении показывают видео, где смотрят огромное количество людей и эти люди меня компроментируют. И я бы не хотел, чтобы люди, которые впервые обо мне услышат, зашли и думали, что я в действительности являюсь негодяем. Поэтому я решил вот такое видео записать, где постарался, в общем-то, сказать о том, что я не являюсь тем человеком, о котором они говорят. И я тоже заслуживаю и уважения, и заслуживаю, наверное, какого-то терпимого отношения. Почему терпимого? Дело в том, что нас много, нас много, нас 414 тысяч подписчиков на одном канале, 45 тысяч подписчиков на другом канале и 50 подписчиков на третьем канале. И еще по 5 тысяч на двух каналах. Таким образом, если нас всех вместе собрать, нас очень много. И когда нас много, то мы пользуемся этими шумами, и мы уже хотим эти шумы слушать, потому что они нам помогают. И вот такие видео, они способны разрушить то, что мы создали. Они способны закрыть канал в случае, если будут читать, что это разводилово. Они способны закрыть канал в случае, если они будут читать, что это просто дуйко-аферисты, он там зарабатывает на людях деньги. И вот опровержением является как раз поддержка тех людей, которые смотрят вот такие видео. Поддержка заключается в том, что мы настоящие люди. Мы должны писать, мы настоящие. Вот мой фейсбук-канал, можете мне писать. И не делать так, чтобы мы были русскими, делать так, чтобы мы были украинцами или евреями. Это средневековье, это нехорошо. Нельзя человека оценивать по цвету штанов, это средневековье. В случае, если человек не понимает, что такое, допустим, акустика, ему невозможно доказать, что акустика может как-то влиять на другого человека. Потому что у него просто не хватает просто обычных знаний. Когда люди, у которых нет образования никакого, начинают умничать или начинают делать выводы, исходя только из того, что им не нравится визуально, говорит о том, что они вылезли из средневековья и пытаются вести себя, как средневековые люди. Делать этого ни в коем случае не стоит. Дело в том, что это создавалось и сейчас опубликовано в большинстве своем бесплатно. Я это создавал для людей и хотел искренне этим людям помогать, не забирая ни у кого возможности выздоравливать. Я никогда не говорю, что слушайте шумы и не лечитесь. Я всегда говорю, что слушайте шумы и лечитесь, и слушая шумы, вам будет помогать. Ну вот где-то так. Ну и поэтому мне бы хотелось, чтобы ученики школы были активными, занимали позицию как народ индов, занимали позицию как люди, которые имеют тоже и свое слово, и свое имя, не ругая никого, а просто говорить, нам помогло, так-то и так-то. Мы принимали тот и тот. Вот я там в этом видео говорю о том, что там они говорят, вот у него БАДы, он там БАДами занимается. И я им отвечаю, послушайте, вот я произвожу бетулин, это гепатопротектор. Я произвожу окситоцин, это препарат, который лечит аутизм, доказано, медицинский. Я произвожу бетаин, это препарат, который лечит сахарный диабет. Произвожу целый ряд препаратов, которые с легкостью помогают от подагры и так далее. Да, это не медицинские препараты, но я бы не выпускал это, если бы медицина это выпускала. И тут такой вопрос, почему медицине не дают выпускать? И тут ответ он такой, потому что в медицине лучше продавать дорогое. Потому что если дорогое будут покупать, то на этом можно заработать. А когда я продаю дешевое, да еще и для людей, да еще и хорошо помогающие, конечно же это никому совершенно не нравится. Конечно, кому может понравиться, что шумы лечат. А как же продавать все эти прививки? Кому может понравиться, что БАДы могут помочь человеку избавиться от заболеваний? Кто же тогда будет, получается, покупать там это все? Кому понравится, что люди обучаются эзотерике, обучаются психологии и могут потом себе помогать? Кому вообще может понравиться, что человек вот так безвозмездно в пятницу пришел и отвечает на вопросы огромного количества людей? Это же никому не нравится. И все считают это неправдой. Но мы эзотерики знаем обратное. Но и опять-таки хочу сказать, эзотерика, эзотерики рознь. Я бы, наверное, сейчас не говорил, что мы эзотерики. Нам необходимо придумать какое-нибудь индивидуальное слово и его произносить. Мы и дальше придумать. Абра, мубра, тубра, не знаю, как-то так. Мы не занимаемся эзотерикой, мы занимаемся чем-то другим. Нужно подумать и какое-нибудь слово обязательно ввести. Для кого не секрет, что БАДы помогают и поддерживают, и выпускают разные фирмы. Конечно, посмотрите в странах, где находится самое большое количество торговых предприятий, которые выпускают и продают БАДы, живут дольше всего люди. Допустим, Япония. Целые торговые центры по пять этажей, продающих только БАДы. Только БАДы. Где самая высокая продолжительность жизни? В Японии. А где женщины выглядят до старости красивыми и молодыми? В Японии. А где самый тяжелый труд? В Японии. А где им жить холодно и там они не доедают? В Японии. Уже недолго живут, потому что там БАДов много. Просто каждый японец на протяжении года 800-2000 долларов тратит на приобретение БАДов и принимает их, потому что понимает, что лечиться дорого. А вот БАДы попринимать можно. Как понять, что человек переосмыслил свою жизнь и ему можно доверять? В случае, если вы не хотите доверять мужчине или не хотите доверять человеку, то и не нужно это делать. Есть слово такое, называется доверяй, но проверяй. Не нужно, если человек многократно обманывает и идет вновь, не нужно идти с этим человеком. Почему? Вы должны понимать, что обычно у взрослого человека 40-50-60 лет это уже качество. То есть, если человек ведет так, что ему нельзя доверять, то значит это качество его жизни и он не может его перебороть. Рано или поздно оно начнет. Вот здесь такой вопрос, если вы готовы жить с этим человеком и не обращать внимания на это качество, то тогда смело живите. Как понять, что у меня скоро будет небольшая операция на глаза? Скажите, пожалуйста, все ли пройдет хорошо? Да, все пройдет хорошо. Нужен совет, как вернуть дочь домой? Ставьте каждый день ей тарелочку, делайте вымаливание. Мы ощущаем это на себе, за что с вами очень признательно. Мы вас поддерживаем. Да, а я вас. Если входная дверь покрашена в зеленый цвет, это несет какую-то энергию или неважно, это хорошо. Я сегодня пришел в зеленом пиджаке, кстати. Помогите мне составить комплекс БАДов, который стоит мне пропить. Совсем не понимаю, что со мной происходит. Елена, свяжитесь с операторами, они вам с удовольствием помогут. Их там много, и они специально настроены, чтобы помогать. Небольшая операция на глаза ответила. Очень помогают, не надо таблеток, но это так поддержка здорового человека. Это точно. Ну все. Такой вот получился у нас великолепный вебинар. Сейчас я вам сброшу прямо сюда в группу ссылку. Вот она эта ссылка. Перейдите и оставьте свой комментарий. Сейчас. Перейдите, пожалуйста, и оставьте свой комментарий. О том, как вам помогли БАДы, или о том, как вам помогла школа. Напишите, что вы не бот, оставьте свой адрес в Facebook или адрес ВКонтакте, чтобы если человек захотел с вами пообщаться, вы могли ему ответить. Я желаю вам здоровья. Я желаю вам милосердия, доброты, внутреннего тепла, хорошего отношения. Ищите в себе внутреннее счастье. Ищите в себе, в середине своей груди внутреннее тепло. Проявляйте перенакопившееся внутреннее тепло к окружающему миру. Обожайте детей, дети будут хорошими. Обожайте жену, жена или мужа, будут тоже хорошими. Говорите людям комплименты. Это вот то, о чем я сегодня говорил. Делайте так, выполняйте практику. Мне это, я это обожаю, мне это нравится. И такая погода, и такая, и я так счастлив. Вот так вот живите. Это очень быстро изменит вашу судьбу в лучшую сторону. С вами был Андрей Андреевич Дуйко, руководитель эзотерической школы Кайлас. Хочу напомнить, что на моем сайте, который называется Дуйко Гуру, вы сможете получить огромное количество всевозможной информации, которая связана с магией, эзотерикой и всем тем, что может изменить вашу судьбу. Также я хочу сказать, что данное видео будет завтра опубликовано на моем официальном канале Андрей Дуйко, официальный канал. И я ответить в комментариях уже на ваши вопросы не смогу. Также хочу вам сказать, что если вам видео понравилось, и у вас есть какие-либо идеи или пожелания, подпишитесь обязательно под видео в аннотациях. Есть ссылка на наш канал в Телеграм и остальные соцсети, чтобы быть всегда с нами на одной волне и в одной теме. Подписывайтесь на данные рассылки и будете получать дополнительную информацию о нашей школе. Мы есть в Телеграме, это эзотерическая школа Кайлас Андрей Дуйко. Есть в Вайбере, есть во всех социальных сетях. Группа в Фейсбуке называется Дуйко Кайлас и РТЕ. Группа в Инстаграме называется АндрейДуйко5. Если у вас возникают какие-либо вопросы, вы можете связываться на сайте с операторами. Еще раз хороших вам праздников, до свидания. Лучше относитесь к близким, будьте более милосердными. Помните, что Бог любит добрых. Мир любит добрых. Мир любит теплых. В своей тепле, своим теплом мы можем изменить окружающий мир. Периодически складывайте ручки и говорите, пусть у всех будет хорошо, пусть у моей семьи будет хорошо, пусть мои дети живут здоровыми, пусть все друг друга любят и так далее. Это самая мощная эзотерическая практика, которая действительно очень помогает. Будьте здоровы. До свидания.